всем доброго времени суток с вами я кости и сегодня у нас весьма необычная серия потому как я в конце концов начну таки прохождение одного из dlc ко второму dark souls напоминаю что это не scholar of the first scene то есть не переиздание это оригинальный dark souls и вот спустя шесть лет после выхода этого dlc более чем шесть лет карл и спустя уже пять лет после того как я впервые вообще записал видео по dark souls второму я все таки решил дошел до того чтобы пройти dlc ну что ж что стоит сказать про эти dlc я практически ничего о них не знаю но кое-что все таки я конечно за все это время увидел на некоторые на некоторую информацию наткнулся но я специально ничего даже не гуглил не смотрел все то что я узнал это так случайно можно сказать ну и по сути наверное самое главное что я знаю об этом dlc это то что там есть какое-то особое дерево я даже не буду говорить что это за дерево и что там какая у него фишка но я думаю часть из вас и так поняли о чем я но кто не понял тут увидит когда я доберусь до этого дерева когда их встречу ну и еще что шо хавел где-то там есть ну и практически ничего кое-какие оружие там какой-то пол мозаичный меч что ли вроде как хороший такой уникальный боссов я не видел даже только название там по-моему одного из них знаю мы короче практически ничего не знаю об этом dlc ну приблизительно примерно я знаю как локация там вид локации принципе но то и и так логично раз мы кстати кто не помнит или не знает то напомню это мы после черной расселены после арены боя за неющим это главный костер ну и это собственно портал который ведет к dlc поэтому учитывая то что здесь была черная расселена то вполне логично что там будет какой-то подземелье что-то в этом духе вообще стоит сказать что почему я именно с этого dlc начинаю я кстати не помню первое оно или нет возможно оно таки первым вышло из всех трех но я не поэтому с него начинаю с него начинаю потому что во первых я его первый обнаружил а во вторых она меня больше всего интригует конечно храм зимы тоже он такой необычная там локация должна быть но этот больше всего меня интригует поэтому с него я и начну как я буду в каком снаряжении с какими предметами но это конечно вопрос для начала наверно попробую прямо так как я в предыдущей серии был кстати бенхарта ну тут конечно большой минус в том что меч ломается сильно поэтому я не знаю на сколько долго мне с ним удастся проходить я на всякий случай поставил подчинку но и две штуки не знаю как надолго этого хватит вот такие вот заклинания кстати по-хорошему конечно стоило бы одеть какой-то чепчик который дает либо ячейку заклинаний либо что более важно количество увеличивает там где единичное заклинание там прибавка будет плюс один что существенно но попробую так кольца вместо этого я поставлю защиты жизни чтобы не отъехать там чтобы за душами потом не надо было идти короче что можно было больше рисковать как то так перстень стражи конечно я специально вступил в синие стражи кстати характеристики игрока кому интересно синие стражи специально вступил посмотрим похожу в этом перстень конечно плохо очень плохо то что надо его постоянно носить это ячейку минус одно кольцо но попробую так можно было конечно в наследниках солнца и призыв знак призыва оставлять но здесь такой момент не знаю возможно не все из вас об этом знают я по крайней мере очень долгое время об этом не знал если оставляешь свой знак призыва то не будешь видеть другие оно с одной стороны может быть вроде как и логично но с другой как по мне было бы гораздо логичнее сделать видимыми знаки призыва и если уже твой призыв начался тогда уже соответственно их убирать ну просто не сделать возможность одновременно как-то какую-то коллизию чтобы произошла коллизия когда тебя призывают и ты призываешь просто можно было это получше сделать а тут так это слишком это слишком печально не видеть другие знаки призыва это не прикольно ну а так как я эту локацию буду впервые проходить то поэтому все же мне во первых интересно вообще увидеть какие там есть знаки призыва а во вторых скорее всего я буду призывать всех кого я там увижу все же ну с одной стороны конечно вроде как в одиночку лучше исследовать но по крайней мере NPC я 100% буду призывать все же составляющая кооператива здесь важна даже если это NPC ну а если игроки то уж тем более хотя ну посмотрим насчет игроков но NPC точно будут поэтому конечно придется в этом перстня ходить минус ячейка и еще этот перстень минус ячейка я все же его оставлю чтобы можно было и рукой тоже бить в случае чего можно даже меч убрать и за голыми руками походить но там я чувствую будет жестко в DLC явно слышно о том что в DLC все гораздо сложнее поэтому посмотрим насколько меня вообще хватит в такой броне она хоть и чуток прокаченная но все же не самое лучшее загруженность кстати 52% по сути получается блин три технических кольца только одно которое хоть что-то полезное дает ну как это тоже конечно дает но хотелось бы лучше меч напоминаю прочность у него 30 ну что ж кстати а здесь что-то написано вообще выйдет тогда на поверхность беда что короля погребла навсегда да я уже подзабыл что здесь что-то написано но когда схлынет толща воды всякие забудет мирские труды топлый король спит неправедным сном дремлен дракон под монаршием окном топлый король еще и дракон еще один дракон я только ну как относительно недавно блин с драконом там сражался у меня еще до сих пор флешбеки от этого дракона вообще стоит сказать что я довольно давно последний раз играл больше месяца назад поэтому мой скилл оставлять желать лучше он и так никогда не был особо хорошим но после перерыва то шанс отъехать существенно выше там где лишь зверя ступала нога где никогда не звучали рога странный конечно текст выйдет тогда на поверхность беда что короля погребла навсегда но судя по всему вот это первая табличка вторая или нет или это первая ну ладно и так даже не было надписи что это за локация такая интрига сохраняется вообще одно из самых таких необычных мест как по мне богач ну да это в переиздании они там сразу покупаешь переиздание все дела сети отдаются а здесь да здесь надо их покупать отдельно сила духа ну да тоже доверен ну кстати да такое место спокойствия огонь можно даже факел зажечь хранительницы огня тут только не хватает не вышло видение нечто потрясающее короче богач требуется впереди ну да ну да ну уже не такой уж богач но это вначале когда они только вышли цена была гораздо выше вот здесь можно было что-то положить на самом деле но ничего здесь нет ну что ж ба-ба-ба-бам кто-то тоже вместе со мной прошел онлайн в Dark Souls и втором конечно гораздо меньше чем в перед зданием но как видно и в него народ играет ничего себе какие здесь проходы офигеть офигеть статуи кстати можно в принципе я правда ну допустим вместо этого покажу кольцо шепота одеть я я очень давно с ним не ходил но здесь оно может в принципе пригодиться когда первый раз проходишь интересно как здесь можно было отъехать вообще но какие-то звуки я уже слышу эти звуки меня не очень радуют драконий талисман три штуки вот так вот в храме дракона у меня там этих талисманов было довольно много нафармлено 43 у меня штуки да звук какой-то такой настораживающий я скажу охренеть просто какие-то дыры то ли пауки тут могут быть то ли чё в этой в темной безнеболова тоже такие кстати были ох ничего себе пейзаж офигеть ну сейчас скорее всего будет надпись о новой локации охренеть ну вот да dark souls не перестает удивлять своими пейзажами таки да слава роскошный вид роскошный вид шульва священный город ну да я это название конечно же уже слышал приблизительно да представлял но конкретно этого пейзажа я не видел не ну звук типа как будто сопит кто-то спит ух ты там внизу кто-то ходит фига здесь высота вот это да вот это да такая внизу чем-то возможно храма маны напоминает так что тут у нас на крови не показывает даже ух ничего себе дракон такие только не говорите что тут сразу босс будет при входе в локацию даже дыхание видно да он спит это дракон надо посматривать периодически нет никаких секретов нифига себе охренеть у меня уже просто был подобный опыт печальный в этой в цитадели алдии когда меня скелетный дракон снес пока я стоял его рассматривал поэтому я решил сразу сныкаться интересно кстати что было бы если бы я его атаковать начал так прыжки что там у нас да ну нахер ну хрен его знает на самом деле там какие-то вон корни есть но я не уверен что туда вообще можно спрыгнуть карнизы какие-то конечно тоже есть тут конечно с предметами снижающими урон от падения можно было бы попрыгать офигеть пейзаж пейзаж радует еще можно было бы конечно поставить волшебство свет здесь оно так тут у нас народ прыгает интересно 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 надо еще конечно в оба смотреть чтобы никто не скинул скорее всего там можно куда-то допрыгнуть костер это прикольно проход к светилищу у нас всего три костра в этой локации но там еще локации 3 1 5 1 5 1 чарадей так куда тут можно вообще можно туда пойти можно туда пойти уязвимость магия ну у меня кстати меч на магию но я чуть не уверен что здесь уязвимость магия так тут у нас яд впереди пока что противника вроде как не видно интересно хотя вон кто-то пом что это вообще такое это кто-то сидит да это это сидит у нас тут хрен ух ты ух ты умеет тест успеть так вот у нас какие-то уже противники пошли дубина какая-то у него ну да судя по всему яд оно будет накладывать блин колец конечно не хватает можно было бы широкое кольцо связи тоже поставить чтобы снаряжение не ломалось сильно быстро так еще рычит где-то у нас еще враг есть ух ты какой-то еще звук такой шкребущий если я не понял кто-то мне стрелял оттуда да то он стрелял интересно а ну-ка пойдем сначала туда здесь дальнобойное дальнобойное оружие конечно хорошо было бы иметь но я попробую так сначала походить на краю кстати довольно тоже рискованно так ходить в этом земляном пике я так один раз обломался мостик подо мной и я улетел старый растительный бальзам при штуке вот это интересно это нечто новое где у нас вообще бальзам находится бальзам приготовленный из редкого растения временно увеличивает силу пахучее масло влияет на разум давая временное ощущение могущества интересно интересно но время повышает силу так дверка тут не захлопнется что у нас что у нас тут вообще кто-то в шахту спроймил лифт лифт активируется ну в таком случае здесь ничего нету нужно конечно еще проклацывать стены на предмет каких-то секретов ну не знаю да может помощь прыжок на силу духа требуется впереди ну да я думаю что конечно может он помочь но я пока что не хочу этого делать я последовательно пойду а вообще конечно да 10 предметы снижающие урон от падения и пожалуйста нужно туда отправиться вот сколько там их вот это вопрос я сейчас ломанусь туда а там ёптить не очень хорошее начало ай-яй-яй так ладно там один сарился уже или даже два сарилась ну два это кстати так не слабо в принципе я их мопсет пока не знаю поэтому конечно поосторожнее надо бы ну давай чувак ты следующий теперь так осторожно ну странный моп так ну там еще слева есть двое слева еще есть ё-моё я вот не знаю с конечно поберечь но у меня маловато этих самоцветов блин тут какие-то дыры тут еще ну что сколько их там охереть тут можно упасть куда-то блин это что такое вообще интересно туда можно кстати спрыгнуть вниз туда нет здесь что странно какая-то комнатушка и че там вообще будет скорее всего западло какое-то ух ты народ сагрился че все лучники что-ли не если это все лучники то это голима это вообще не прикольно но пейзажи да пейзажи здесь крутые можно конечно это кольцо мне сейчас по-любому не нужно нужно надеть где вообще вот ядовитого вкуса хотя бы хотя бы так один с булавой и три с луком охренеть ну надо бы сагрить типа с булавой ну с луком конечно здесь надо по-хорошему ходить так тип с булавой походу сагрился давай иди сюда блин они такие осторожные гады такс но минус этот это хорошо остается три лучника это конечно меня не радует ни щита ни лука ёптить я еще чуть не свалился блин в пропасть за то что цепанул удар кнопка удара ну ладно попробуем наверное так все таки это опасно было так он гонится или не гонится не он даже решил не гнаться такс ну здесь вроде довольно безопасное место ну они конечно не слабо еще рубятся вблизи вблизи здесь опасность еще в этих всех провалах поймал без лука это гемор еще тот цвет жизни пожалуйста то что доктор прописал такс ну теперь можно здесь детальнее смотреться туда можно спрыгнуть скорее всего там западня какая-то офигеть пейзаж пейзаж крут с этой стороны ничего у нас нету что это такое просто для интерьера или все же ух ты нифига себе охренеть что это такое вообще какие-то ползуны там вон я вижу давай чувак с булавой иди сюда ты сначала потом мы с этими ползунами разберемся интересно очень интересно охренеть просто а стоп это не ползуны это просто тела эти двигались голова у него мотыляется кстати случайно не вот это ли мозаичный меч тот о котором я говорил блин стрёмные эти пыти но они какие-то такие с одной стороны вроде вялые но с другой больно бьются такс и что тут у нас вообще там хрен это понятно можно наверное спрыгнуть на него но я пока хочу здесь смотреться интересно а ну-ка вниз можно в принципе да туда зайти успеть пока нифига себе здесь блин много всяких ходов будет можно туда зайти ну ударить сначала эту хрень зайти пока оно опускается и скорее всего там будет какой-то тайник вот это наверное сейчас ударю эту штуку оттуда поднимется какая-то хрень такс а что у нас вообще здесь по идее вниз можно спрыгнуть здесь факел нужен так так скорее всего наверное тоже кто-то будет или нет чуть звук был только шоу да так и может помочь это я уже понял можно кстати стрельнуть по той вот хреновине я думаю ну-ка сейчас мы это специально проверим я возьму лук придется отступить немного от косплея без этого никак надо это проверить откуда ух ты ё ха-ха здесь прикольно конечно но дело в том что вот я сейчас спрыгну туда а назад я скорее всего не залезу оно конечно манит но так это прикольно это там сверху что-то лежит а ну-ка сейчас я о но главное в пропасть блин не улететь так просто есть прыжок тут лишний был бы наверное кварцевое кольцо тьмы плюс три ни хера себе сходу так плюс два у меня максимально это плюс три 75 90 08 1 ничего себе ничего себе вот это ценная находка я скажу кто-то вниз сиганул ну да ну там ничего вроде как нету а с крыши отсюда я не знаю можно ли куда-то сейчас можно проверить в принципе я с луком могу кстати дострельнуть и вот аж туда до той штуки ну туда я думаю не стоит пока стрелять да там он э какого чё оно не сработало блин я в западню попал подстава подстава а это ну да тут кстати нельзя пройти между колоннами соединены что туда я провалился потому что сюда всё ведёт сюда сколько там один или несколько так давай иди сюда гад ну будешь бить готов куча куча каких-то домиков здесь скорее всего полно какой-то хрени звук звуки опа опа дратуте дратуте со щитом чудак и спикой ни хера себе он он провалился вниз блин я уже думал он через текстуры ко мне там внизу вон до хера всего японский городовой здесь куча всего оно всё заманивает но если я потом перо использую то мне придётся опять заново всё защищать ну я конечно могу взять лук и быстро зачистить такс камень яда ходовая штука кстати но у меня с ними проблем уже нет чё тут просто тупик ну хотя как не совсем просто туда можно спрыгнуть но пока я этого не хочу делать а ну ка шо вот это делает чё щас произойдёт ёптить сейчас мог народ повылазить ну в принципе так я не хочу повторение того чтоб было вот когда я туда спрыгнул поэтому я сначала сюда схожу так там кто-то стоит хренеть это это чё орда врагов впереди наде именно он один стоит так ну ка если но с этим понятно с научником чё чё тут такое вообще сначала с этим разобраться а так стоп к нему дойти нельзя прыгать надо насколько я вижу чё чё-то такое вообще здесь так кольцо какое яда опа дратыки у нас эта херня и летает и какой-то это серьёзно у нас снаряжение или это у меня так меч уже изломался ну можно конечно хлопнуть для профилактики можно в принципе а но мне кольцо надо для того чтобы с голыми руками ходить это все так могут или только некоторые охренеть мелкие паучки там ещё ползают чё это вообще такое а ну-ка если я закину туда чё-то так стоп кто-то стреляет но оно разломывается опа это говно вылупилось там по-моему ещё кто-то вылупился скорее всего это все дело надо ломать а может и нет ну непонятно какие-то у меня опасения если я его например рукой сейчас ударю ну да оно ломает снаряжение блях и кольцо это нехило так бальзам золотого плода бальзам приготовлен из редкого растения временно усиливает веру это пухучее масло влияет на разум давая временное ощущение могущества понятно тут у нас будут всякие бальзамы ну тут хрень или копьём надо или вообще не надо трогать но дело в том что если потом мне придётся кого-то убегать то ну да это я уже узнал вот и то место хрен сидит ну вопрос в том сколько там этих хренов сидит что-то выпало старый растительный бальзам такое по-моему есть уже насколько я помню ну да вообще кольцо здесь не мешало бы золотым змеем чтоб шанс дропа повысить но в принципе то я всегда могу надеть и фарм устроить пока исследования то лучше так так блин шрудят что это шрудит так опа опа они могут на стенах быть оказывается неприятный сюрприз если не заметишь если таких несколько будет консульт этого укуса плюс один нифига себе то что доктор прописал 140 60 у него прочность очень существенно меньше чем того так но отсюда я могу обратно туда попасть что я и сделаю я хочу все же отсюда забраться но здесь скорее всего ничего нет отсюда видны крыши вряд ли отсюда куда-то можно попасть куда нельзя попасть снизу там сверху какая-то штука там вряд ли можно побывать так надо вниз прыгать здесь ничего нету нету пока он может мы вместе Хм, можно Теперь отсюда-сюда спрыгнуть Длинный лук плюс 7 Ого Сразу плюс 7 Длинный лук Это вообще что такое? Вот это Прикольно Я его даже не качал Прикольно-прикольно Сразу плюс 7 Д, А, Д, А Кстати, у него скейлы даже не меняются 75, 127 Блин, урон так себе Вообще на писюльку Но все равно прикольно Можно, конечно, теперь вниз поехать Но, наверное, лучше сначала Сверху все исследовать Так-с, ну это кольцо Ладно, пока пусть будет, наверное Так-с, там чё? Там ничего? Вроде как ничего Блин, вот эти кристаллы В них Спотыкаешься К сожалению Не, ну Мне кажется, если Туда вниз прыгнуть Ну, в смысле Не, там, кстати, есть какой-то Карниз Куда-то оно ведёт Такие Но может оказаться так, что там Надо будет перо использовать Мне этого сейчас не хочется делать Так-с, ну Можно Стоп, а это куда? Оттуда стреляет Ага, там два О, один сейчас сюда придёт О-ой-ой-ой Ну, вот то, о чём я говорил Я По-моему, цепанул Один из этих Один из этих хрений Надо всё-таки, наверное, их С ними Распрощаться Заранее И вот теперь Тут есть место Довольно свободное Там внизу Один хрен Вон он, да Если я сюда пойду Вон же Ну, я бы Запросто мог его расстрелять Ух ты Там предмет Сначала надо Расправиться С тем хреном Уже потом Что если я спрыгну вниз Мне придётся сразу же Прыгать К этому типу К этому типу Так, Са, ну-ка ещё раз Чё здесь Отсюда вроде бы Никуда я не попаду То же самое Ну да, здесь Отсюда Ничего Никаких других путей Нету Блин, локация такая Что постоянно Что постоянно Надо под ноги смотреть Дарксоулс Это Не очень приятно Ай, ёптить Как так-то Так, там Один хрен Погнался уже Ну давай Так, сэто хорошо Минус А чё я не допрыгнул? Я думал я допрыгну Это ещё хорошо Что там пропасти не было Конечно Надеюсь Он там один стоит Старый растительный бальзам С них падает Прикольно Здесь ещё О, какие-то сосуды Типа как в земляном пике Были Чё у нас там Непонятно Можно В принципе Я думаю Издалека Расстрелять Всё это говно Свеченье такое красное Либо от них Либо Просто Это они там Потому что там Красное освещение Вот это чё такое? Охренеть А ну-ка О, ты смотри Интересно Но меч Конечно Ломается Очень Быстро А это вообще Чё? Угу Вторая Теперь там проход Стабильный Урн на молнии Пять штук У меня их Достаточно И так Это чё вообще такое? Так 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 Чё там Внизу Ничего Но я не думаю Что здесь можно Запрыгнуть Так Там Чё? Там скала Но скорее всего Туда нельзя приземлиться А ну-ка Там уже сверху Ещё была Одна штука Сейчас мы её активируем Чё у нас произойдёт Вообще Угу Я подозревал Что там Мостик какой-то Может образоваться Интересно Можно попасть сюда Вообще Конечно Было бы коварно Если бы эти штуки Через какое-то время Обратно заезжали Вот это был бы Пипец Ну здесь Если я спрыгну Я не вернусь Мне такое Такой расклад Не нравится Лучше я буду Постепенно Продвигаться Ага Блин Объёмы кривые У проёма Ладно Чё здесь Вот эта хрень Скорее всего стреляет Так же как и В расселении Ядом Ну да Стреляет А её убить Можно вообще А ну-ка Если я кину в неё Ещё нельзя убить Что-ли А ну-ка Тогда Выглядит пустынно Но Мне чё-то кажется Что это Не совсем так Осторожно Слева С какого С какого Лева Смотря с какой Стороны Сообщение Читать А ну-ка Ух ты Нифига себе Это говно Начало За мной Ползти А ну-ка Оно Скорее всего Неразрушимое По ступенькам Оно не может Подняться Собака Вот это говно Можно Его разве что Скинуть Может быть Можно Но я не уверен Даже А здесь Может быть Силовой волной Разве что Лучше бы я его Не трогал Треставшая Красная ока 5 штук Что-ли Летатерин Нож 20 штук Тайди Нахрен Вот это Блин Неприятное Говнецо Так Теперь можно Спокойно Спрыгнуть На ту Платформу Старый Что-то Может дальний бой Тогда Может Еще как Есть. Блин, здесь узкая очень. Старый растительный бальзам. Три штуки. Если бы я не прыгнул, я бы в пропасть улетел, скорее всего. Ну что ж, я думаю, наверное, на этом месте мы эту серию и закончим. В принципе, у нас два варианта пути, но я туда пойду, скорее всего. С этой хренью, блин, она еще и за мной ползать будет, что ли? Это по лестнице она не умеет подниматься, а вот туда вниз она, скорее всего, ползет. Вот это... И я нашел себе, блин, неприятность. Ну что ж, на этом месте эту серию мы и закончим. Ну, в следующий продолжим исследование. Всем спасибо, что смотрите. До встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok